Дорогие, поздравляю вас Сегодняшним днём с воскресованием и с памятью святых благоверных князей Александра Невского и Данила Московского Обычно мы совершаем память святых в день их блаженной кончины Но сегодня мы совершаем вот этот праздник, установленный в честь святых благоверных князей В связи с тем, что в этот день, в 17 столетии, были обретены мощи Даниила Московского И был установлен праздник в честь князя Даниила А затем, уже в начале, в первой половине 18 столетия, именно к этому дню был приурочен праздник, празднование, перенесение мощей Святаго благоверного князя Александра Невского из Владимира, где они почивали в течение многих веков В Санкт-Петербург, на то место, где была одержана этим князем победа над шведским войском На берегу Невы, около устья реки Жоры Там по распоряжению императора Петра был заложен монастырь, который мы знаем теперь как Александр Невская Лавра И вот туда были перенесены мощи Александра Невского И был установлен этот праздник Поэтому так совпало, вроде два разных события, которые в разные совершенно времена совершались Но они совпали Отец Александр Невский и его младший сын Даниил И в этом году мы особо почитаем память, вспоминаем, особо чтим память Александра Невского Потому что 800 лет тому назад он родился Нам неизвестна точно дата рождения князя Александра И даже историки спорят, в какой год он точно родился Но священачалье было принято, вот, одна из версий Ученые пускай спорят Но священачалье было принято версия, вот, отметить эту важную дату в этот год И как бы сегодня фактически получается центральный день Центральные события этого празднования Вот Александр Невский Он оказался таким деятелем Государственным деятелем Но вместе с тем оказался святым Он был святой человек, действительно святой И об этом есть подтверждение через чудотворения Которые происходили после его смерти От его святых мощей и молитвам к нему И о его святости свидетельствует тот факт о том, что он был действительно очень Боголюбивым Он был действительно, вот это удивительно Великий князь, который жил в то время, когда на Руси была междоусобица Когда Русь была полонена татарами Когда Русь испытывала удивительный тяжелый натиск со стороны Запада Он был очень боголюбивым С детства И по преданию, которое сохраняет наша церковь Он перед Невской битвой А ведь ему было тогда где-то вообще около 18 лет То есть он был совсем, по нашим понятиям, ну почти мальчиком Когда, конечно, тогда возмужали раньше Он понимал ту ответственность, которая лежит на нем В предстоящей битве И он вышел на берег Невы Молиться И вот в тумане На водах Невы Он увидел ладью На которой В которой были Святые и благоверные князья Борис и Глеб И он услышал, как Старший из братьев Страстотерцев Князь Борис обращается к своему младшему брату Глебу Братья Поможем нашему собрату Он имел ввиду Александра И действительно, как мы знаем Благодаря внезапной атаке Которой совершенно не ожидали шведы Войско Которым руководил князь Александр И которое было, в общем-то, вооружено Значительно слабее Которое было собрано, можно сказать Очень так, наскорую руку Победило Шведов И был вопрос Решен вопрос об Кому принадлежит Нева Кому принадлежит Карелия Это был очень важный вопрос тогда И потом уже Александр Невский получил это название В свое именование По именно этой битве Он был очень благочестивым человеком И вот Александр Невский Он Был одним из немногих В нашей российской истории Которые действительно Определили вектор развития Движение Духовного роста Нашего народа На многие века Вот так мы можем сказать О князе Владимире Который взял На себя ответственность Крещение Руси Мы можем сказать В этот ряд поставить Преподобного Сергия Который Который своей молитвой Своим подвигом Аскетическим В значительной степени Определил Духовный уклад Нашего народа Духовный уклад Нашей культуры И вообще Наших как бы Мировоззрений И вот князь Александр Стоит в этом ряду Потому что На его долю Выпал очень тяжелый выбор Как поступить Пойти на поклон католикам Принять предложение Об их помощи В борьбе с татарами Но за это заплатить Принятием католической веры Еще большой вопрос Помогут ли католики или нет Потому что мы знаем из истории Что Римский престол очень часто Различным народам Различным государям Обещал свое покровительство Если они принимают Первенство римского папы А потом ничего не делал Или Смириться И искать контакты С иноверцами Но сохранить Свою веру Потому что татары Они не требовали От покоренных ими народов Принятия Их веры Вообще надо сказать Что у них В этом В религиозном сознании Была Такая достаточно большая Я бы сказал бы Даже путаница И вот Князь Александр Принимает этот путь Надо сказать Что до сих пор Историки Ведут спор Правильный был Этот выбор Или нет Некоторые до сих пор В том числе Некоторые наши Российские историки Говорят Что если бы он пошел бы На контакт С католиками Русь бы Уже тогда В 13 столетии Приобщилась бы К тому культурному Достоянию Которое Которое Развивалось В Европе Приобщилась бы К европейской культуре И так далее И тому подобное Но была ли бы Русь Русью Если бы он Принял Это решение Ему пришлось Принимать Участвовать Как мы сейчас говорим Вот так Политкорректно Мы говорим В непопулярных Действиях Ему пришлось Проводить Перепись Руси Для того чтобы Платить дань Татарам И многие Князья И русские люди Противились этому Ему пришлось Где словом А иногда и силой Заставлять это делать Потому что он понимал Что иначе не получится Но он Сохранил Нашу Русскую Индентичность Он сохранил Православную Веру В нашем Народе И Тогда бы Такие Такое Словосочетание Не было Он стоял За веру Вот у него Было стояние За веру Православную Скорее всего Князь Александр Был убит Он умер Когда ему было Всего около Ну около 42 лет Ну плюс и минус Поскольку мы там Точные даты Как я сказал Рождение его не знаем Ну чуть больше 40 лет Перед этим он Более года Находился в Орде Решал там вопросы И Когда возвращался Нарусь Умер В городе Городце На Волге Недалеко от Нижнего Новгорода И по всей видимости Он был отравлен Каким-то Длительным Действующим Ядом Татары В этом были Искусные Мастера И когда Его Тело Было привезено Во Владимир Когда Митроволит Кирилл Глава Русской Православной Церкви Влагал в его Руку Разрешительную Молитву То рука Сама Взяла Эту молитву Это было Первое Как бы Свидетельство Первое чудо Свидетельствующее О святости Князя Александра Восемьсот лет Прошло С того времени Казалось бы Это Все Травой Поросло И какое Это имеет Отношение К нам Но мы С вами Живем Во время Когда И с Востока На нас Идут Иноплеменники Да Они идут Может быть Не с мячом Не с огнем А совсем По-иному Когда Запада Нам говорят О том Что Мы в чем-то Отстаем А может быть Мы действительно В чем-то Отстаем Но в самое главное Ставит вопрос Об ценностях В чем ценность Наши жизни Какие Ради чего Мы готовы Жить И ради чего Мы готовы Умереть Ради Удобного Дивана И Теплого Пола Или За Христа И вот Пример Я бы Сказал бы Указ Князь Александра Нам указывает Что мы Должны Следовать За Христом Аминь